Приветствую вас дорогие друзья, в первую очередь я хотел вам сегодня рассказать, так как такие вопросы уже задавались, не все читают мою группу давно, некоторые все-таки недавно относительно. Что же такое работа мебелью, я поясню сейчас, чтобы каждому не отвечать отдельно в личку. Так вот, я этим занимался, грешил, честно скажу, больше года назад, еще до шоу-пан или попа, так сказать, в те времена, когда еще не были мои ресурсы так раскручены, я так ходил и подрабатывал. Смысл в чем? Ты приходишь в какой-то офис, заранее все оговаривается, это как подработка считается, и изображаешь роль сотрудника. Но изображать ее, эту роль, нужно только в тот момент, когда в эту фирму, фирму отдать мерку, как правило, приходит проверка из банка. Я так понимаю, в подробности не вдавался, но эта проверка в итоге дает добро на то, чтобы открыть расчетный счет, скорее всего, ну, либо получить кредит, но мне кажется, расчетный счет открыть. Для этого они должны видеть, что действительно фирма существует, что у нее есть какие-то документы, что сотрудники действительно работают на своих рабочих местах и так далее. То есть наша задача просто изображать кипучую или не кипучую деятельность именно в тот момент, когда приходит эта проверка. А прийти она может совершенно в любое время, начиная с 10 часов, заканчивая с 17. Она может и не прийти вообще. В любом случае, за то, что мы там просто присутствуем, мы получаем 500 рублей. Присутствуем мы там просто в виде мебели. То есть делать ничего не нужно. Поэтому я ее называю работой мебелью. Пока проверки нет, а когда она приходит, нас заранее, естественно, предупреждают, за ней спускаются, встречают ее. Мы можем заниматься всем, чем угодно. Спать, играть в сапера, в карты, общаться друг с другом, смотреть фильмы какие-то, как мы иногда даже с директором, якобы директором, смотрели фильмы. То есть, можно сказать, работа мечты, но снижка мало платит. Вот чем минус. Почему я при наличии денег на накопительном счету в Бэтфайр Киеве пошел туда вчера, в среду снова? Ну, потому что мне так или иначе нужно было поехать в город. Я съездил на пару собеседований. Об одном из них я вам даже рассказал. Поэтому думаю, что бы заодно, раз такая подработка есть, не съездить и туда. Немножко подработал, наличные деньги хоть в руках держал, давно их не держал. Так что, вот такая вот подработка мебелью. Бывает она не так часто. Все это, естественно, через моих людей, знакомых, через моего одного человека. Я не буду его рекламировать активно. Он, собственно, занимается рекрутингом людей. Набирает, получает свои проценты за это. Если он сам захочет, он закажет рекламу у меня сам. Сам его я рекламировать не буду. Естественно. Он меня приглашал и в четверг тоже уже, на другую станцию метро. Но, естественно, я уже отказался. Это больно жирно, каждый день так ездить. За те деньги, которые мне даже больше приходится рекламу с одной. Это было, так сказать, в порядке исключения. Вот такая она, работа мебелью. И теперь, друзья, еще пару слов о том, что за рекламу я заработал в январе примерно 31 тысячи рублей. Реклама действительно работает, но только при том условии, что ресурсы, которые вы рекламируете, они действительно интересны. Да, бывает, что к некоторым людям подписываются буквально 3-4 человека даже. Даже за полдня иногда. Казалось бы, нонсепт. Казалось бы, что это за фигня вообще? Как такое может быть? Ну, друзья, когда вы рекламируете одинаковым образом группы, которые одна на другую похожи, и пишите примерно одно и то же проход, 100%, 14+, 0%, 0%, дал столько-то в ряд, подписывайтесь, не пожалеете, будете с нами зарабатывать и так далее. Это, знаете, насколько это надоедает. Проявите творчество, проявите изюминку. Напишите что-то необычное. Придумайте какие-то денежные конкурсы. Зацепите чем-то людей. И народ к вам придет. В качестве лучшей иллюстрации к этому. Могу вам сказать, что человек, который заказывал рекламу вчера, даже могу здесь его назвать, в качестве бонуса за то, что он постоянный клиент, это канал в YouTube «Чистый Бейтинг». Так вот, он обращается ко мне уже не менее чем в шестой раз. Я не считал, может быть, даже и больше. Если бы реклама не работала, наверное, бы он не обращался ко мне такое количество раз. И сейчас вы видите на экране, какой отзыв он мне вчера написал. Действительно, по соотношению цена-качество, наша реклама работает прекрасно. Человек, который обращался недавно, который рекламировал ставки и гадания на картах, да и такие группы, сообщил, что 60 человек у него пришло. По первой рекламе он заказал потом еще раз вторую рекламу, потом, якобы у него там бизик наступил, что как только он связался со мной, у него страшные минусы пошли, больше заказа рекламы он не будет. Поэтому, не потому что реклама не работает, а вот он поверил, так сказать, в мою какую-то негативную ауру. Но это его выбор. Факт в том, что реклама работает. Когда-то человек у меня заказывал рекламу у канала вроде как договорными матчами. Знаешь, сколько пришло человек? За полдня пришло почти 175 человек. Это очень-очень хорошие цифры. Поэтому импровизируйте, творите, сочиняйте нормальные тексты для рекламы. И не забывайте, что если люди просто придут, то это не все. Их нужно еще суметь удержать. А это уже ваша забота. Для этого ваш контент должен быть интересным. Реклама в Телеграме сейчас стоит 750 рублей. Также у меня есть чат в Телеграме, где могут общаться все желающие. Ссылку видите под этим роликом. Нажмите на кнопочку «Еще» у вас откроется список, если кто не знает. Там порядка 800 человек. Там могут общаться все желающие. Я сейчас туда не захожу, никого не баню. Там админ Георгий. Там тоже можно заказать рекламу. Я ее в закреп на час поставлю. Стоит там, сейчас она 400 рублей. С рекламой в Ютюбе сложнее. Сейчас вы знаете, что вставочную тематику рекламировать нельзя. Поэтому все, что я могу предложить. Ну, наверное, не знаю, может у вас какие-то другие приложения будут. Это рассказывать о вашем канале, но ссылку я кидать не буду. Я просто буду говорить, что ссылку вы можете найти в моем канале в Телеграме. Только так, понятно, что не все полезут в Телеграм искать эту нужную ссылку, но ничего другого я предложить не могу. Вы скажете, может быть, некоторые, да что ты, у тебя там мелкий канал, кому нужно это все банить. Поверьте, у меня такое огромное количество воронов и хейтеров, что они все дружно начнут жаловаться и даже по пустяковому поводу могут забанить мой канал. Мне такого счастья не надо, поэтому давать поводы я не буду. Реклама в ВКонтакте то же самое. Рекламировать вставочные ресурсы сейчас стало нельзя, поэтому можно искать альтернативы, компромиссы. В частности, вы можете, например, давать какую-то ставку от себя. Я просто напишу, что какой-то, например, канал без ссылки предложил на сегодня вот такую вот ставку. На следующий день, допустим, ставка эта проходит, и я пишу, что, ну что, вам понравилось это все? Понравилась ставка вчерашней. Так вот, если вы хотите узнать, кто ее поставил, то, опять же, зайдите в мой Телеграм, там есть ссылка. Все отсылки будут только к Телеграму, ВКонтакте и Ютьюба. Только так я могу делать рекламу в этих двух ресурсах. На данный момент я не могу вообще размещать ссылки в постах ВКонтакте, какие бы то ни было, до 19 марта. За то, что давал в последний раз ссылку на этого. Не буду говорить на кого, а то это будет лишняя реклама. Ну, случайно это вышло. Я не хотел делать рекламу, я просто предложил туда людям перейти и кое-что сделать. Но получилось так, как получилось. Но есть еще какие-то варианты. В частности, вы можете, опять-таки, предложить мне поучаствовать в каком-нибудь баттле. И, например, в формате видеороликов я смогу точно так же, например, кидать ролик на свою страницу. Это не будет никакой рекламой. Вот в таком формате можно. Еще можно делать рекламу на стримах, но только никаких реферальных ссылок, никаких казино и прочей хероты. Вот так можно. Но стрим у меня, как видите, сейчас нечасто. И вообще пока непонятно, что будет в ближайшем будущем. Вот на данный момент это все, о чем я хотел вам сказать. Пока. Пока.